Да, Гриш, привет! Я сейчас нахожусь на площади Республики, в самом центре Еревана. И у нас кто-то это называет революцией, кто-то это называет митингами. Ну, в общем, народные гуляния. Вчера Никол Пашинян попросил своих соратников, своих друзей, всех, кто пришел на площадь, заблокировать аэропорты и дороги. И, как мы видим, люди это сделали. Мы сделали. Ереван стал по-настоящему пешеходным городом. Мы сегодня утром пришли вот сюда, на площадь Республики, и поговорили с первыми людьми, которые начали блокировать улицы. Давайте послушаем, что они нам рассказали. Именно сейчас почему заблокировали улицы? Чтобы они сдавались. Поэтому боязнь вообще исчезла за последний месяц. Ну, практически никто не боится ничего. А почему? Атмосфера, понимаете? Люди 15 лет этих корруппирований в государстве живут. Все они делают хоромы, вот видите, вот высоковы. Все ихние, не наши, не народные. А народ накапливает все долги. А долги кто будет отплативать? Молодежь. Оттого и молодежь приходит сегодня. В общем, площадь, на которой мы сейчас стоим, обычно тут очень много людей. Но сейчас все расстоточены по городу. Маленькими кучками они блокируют улицы в Ереване. Кто-то жарит шашлыки, кто-то поет песни, кто-то танцует, выкрикивают политические лозунги. Ну, в общем, тут довольно весело. Давайте посмотрим маленький отрывок, как люди с вами танцами заблокировали одну из улиц в городе Ереван. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще армяне довольно серьезно восприняли слова Николы Пашиняна и перекрыли не только столицу, но вообще всю страну. Перекрыты железные дороги, перекрыты все трассы, перекрыта трасса на Грузию. Там стоят около 80 грузинских фур. Сообщают, что грузинские дальнобойщики недовольны, но понимают армянский протест. Также по самому городу ездит целая колонна из фур, на которых сидят, стоят и поют, и выкрикивают различные кричалки сами армяне. Давайте посмотрим на эту колонну, она совсем недавно уехала от нас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В 6 часов тут, на площади, состоится митинг, на который придет сам Никол Пашинян. Сейчас вы можете посмотреть, тут не очень много людей. Вот я оператора попрошу, вот сзади играют даже люди в волейбол. В общем, обстановка такой абсолютной свободы. Я буду дальше включаться в прямой эфир, и я надеюсь, что в следующий раз я даже вам покажу интервью с Николом Пашиняном, который обещал уделить нам немножко времени. Гриша? Вась, скажи, пожалуйста, вот Министерство транспорта Армении в эти минуты просит прекратить блокировку, говорит, что сорваны графики грузовых пассажирских перевозок, невозможно добраться до аэропорта Звартноц. Скажи, пожалуйста, вы вообще встречали людей, которые были бы недовольны тем, что перекрыты движения, которые жаловались бы на то, что не могут куда-то успеть, или на какие-то неудобства, с которыми связана вот эта политическая борьба сторонников Николы Пашиняна. Гриша, да, я встретил одну такую женщину на сегодняшний день. Я пошел прогуляться к парламенту, там ничего не было, там было несколько полицейских, и мы встретили бабушку, которая пыталась добраться до своей работы, но так как транспорт не работал, ей приходилось идти пешком, и она подошла ко мне. Я даже сам себе не начал говорить, она просто сказала, вот представьте, какой ужас у нас происходит. Я тут работаю за копейки, но мне приходится идти пешком, с трудом нашла работу. Так вздохнув, посмотрев на меня, сказала, ну ладно, революция хорошее дело. И ушла вдаль к себе работать. Ну вот единственного человека я встретил, который был прям вот недоволен тем, что происходит сегодня. Да, спасибо Василию Полонскому из Еревана, выходил к нам на связь. Мы будем следить за тем, что происходит, и ждем нового включения Василия, во всяком случае, в следующих выпусках.